Даже знаменитые гости церемонии открытия игр бабушки из Бураново не скрывали рвутся на старт. Благо регламент состязаний демократичный, первые всероссийские любительские зимние игры, это та же Олимпиада только для новичков и любителей спорта. Мы рады приветствовать спортсменов, потому что бабушки тоже своего рода спортсмены. Наша Галина Николаевна имеет первый разряд по лыжам, так что мы не случайно здесь у вас. На лыжные и биатлонные трассы, конькобежный овал, площадку по керлингу действительно вышли люди самого разного возраста, от 17 до 81. И самых разных профессий – учителя, стоматологи, инженеры-конструкторы, почтальоны. И для каждого визит в Ижевск стал возможностью заявить о себе, рассказать, как он любит спорт. Сподвигло чувство любопытности, что же это за игры. И захотелось принять участие тоже. Подстрекнуло то, что игры любительские, поэтому я решила в них принять участие. Самые драматичные моменты игр. Вот так керлингисты Пермского края добывали бронзу в матче с соперниками Сатарстана. А вот так экстремальную трассу для зимнего триатлона заканчивали победители. Эвелина Садыкова из Уфы и ижевчанин Денис Лекомцев. Удачной для хозяев стала и биатлонная эстафета. И самая спринтерская конькобежная дистанция на 100-метровке. Всего же в Ижевск испытать себя и побороться за награды любительских игр приехали полторы тысячи участников из 20 регионов России. Почему так важно развитие любительского спорта? Потому что это огромное количество наших сограждан. И вот такие старты дают возможность действительно себя попробовать в различных видах спорта. Для этого не нужно обладать прям сверх какими-то большими навыками. Общекомандную победу на играх одержали спортсмены-любители из Удмуртии. Но совсем не это стало главным для принимающей стороны. Первым были неточникомом. У нас вообще за все мероприятия Удмуртии территории спорта уже более пяти тысяч спортсменов-любителей приняло участие. Мы действительно сможем сделать из любительского спорта, ну, некую такую, как говорит Александр Ильич Боричалов, точку роста для всей республики. И, кстати, успех зимних игр всех воодушевил. Удмуртия уже подала официальную заявку в Минспорт России на проведение в 2019-м у нас и первых летних любительских игр. Дмитрий Вороновин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».